Продолжение следует... Продолжение следует... Я отлучусь ненадолго. На звонке отвечайте, что я в канцелярии и буду с минуты на минуту. Возьмите у меня на столе почту и отправьте по адресам. Два пакета, которые тоже на столе, отправьте с курьерами. Продолжение следует... Убрать можно? Он будет с минуты на минуту. Рабочий день закончился, а вы не собираетесь домой? Мне необходимо дождаться доктора Круга. Он будет с минуты на минуту. Как вы чувствуете себя на службе? Благодарю вас. Я хорошо себя чувствую. Вы замужем? А, я знаю, у вас есть жених. Да, он офицер. Имеет высокое понятие о чести. Он вряд ли был бы доволен мной и вами, если бы увидел нас вместе. А где он служит, ваш жених? Он фронтовик. А разве фронтовики служат не на фронте? Он по снабжению армии. Все в порядке. Вы свободны. Значит, ваш жених работает по снабжению? Как часто ваш жених бывает в Ровно? Часто. Как этого требуют дела? Я спросил, потому что случайно увидел вас вместе. Вы и ваш жених... Простите, я забыл его имя. Обер-лейтенант Пауль Зиберт. И вы и ваш жених мне очень понравились. Я бы хотел познакомиться с обер-лейтенантом. Пожалуйста. Благодарю вас. Через Мерегу вышли на Секача. Он чех. Работает у немцев дежурным по станции. Через него вышли на Богомела Палечку, военного оператора. Тоже чех. Родом из Судетской области. Работает с секретной информацией. Печатает сводку прохождения поездов по станции. Начальники эшелонов дают ему сводку. О назначении и количестве груза. К концу дня печатает общую. Печатает в двух экземплярах. Один поступает начальнику железнодорожных перевозок вермахта. А другой подшивается у папку и хранится в сейфе. Познакомили с ним Авраама Иванова. Говорит, что сочувствует нам, будет работать. Это длинный такой, да? Да, длинный. Пусть Степанов ему предложат закладывать третий лист в машинку. Естественно, не регистрировать его. Передавать можно довольно простым способом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Из группы Черного передает гора. Разведчики подобрали на путях обрывок немецкой газеты со снимком танка. Судя по подписи, он изображен танк-тигр. На фоне танка пять танкистов в шлемах. Текст сообщает, что германская армия получила модифицированные, совершенно неуязвимые боевые машины. Их лобовая броня достигают 10-ти, а боковая и задняя 5-7 сантиметров. Танк вооружен пушкой калибра 88 миллиметров и пулеметами. Вес машины 56 тонн. Ну, вот это уже конкретно. Гонят куску. Почему не докладываете об уничтожении Прозоровского моста? Медведев передает, что мост находится под усиленной охраной. И все попытки отделки... Мост должен быть взорван. Все. Медведев передает, что мост находится под усиленной охраной. Их лобови пушкой. Их лобови пушкой. Их лобови пушкой. Их лобови пушкой. Весасси. Ди nep mossи. Эт ч bromови пушкой. Эт чм将кови пушкой. Их лобови пушкой. Феев врушень. Модель хол abi. Продолжение следует... И с той стороны блиндажи бункера и три зенитки. Подойти к мосту невозможно. Взять ее с боем тоже. Его охраняет отдельная рота. Думаю, что и насыпь заминирована. А в случае надобности они могут быстро вызвать подкрепление из Долбунова и Шепетовки. Я там трое суток просидел, но ближе, чем на 300 метров, даже в одиночку не подобраться. Вся местность простреливается. Невеселый доклад. Прямо скажем, удручающий доклад. Значит, задание невыполнимо. Как-то будем радировать. Рады, мол, да не можем. Нет у нас таких героев. Почему? Я доложил, как дело обстоит. А теперь думать будем. И долго будем думать? Денек-то дайте, товарищ командир. Но если заряд можно доставить только поездом, то надо с поездой сбрасывать. Сколько потребуется для этого варианта? Тола, если сбрасывать, килограммов 30-40. А кто сбросит? У Ванды Пилипчук есть ухажер, который служит в железнодорожной жандармерии. Разработать через него всю операцию. Пусть он найдет проводника, который ездит с Долбунов-Шепетовка. Все 30 килограмм чемодан и взрыватель на 10-8 секунд. Ясневский Генек. Лейтенант железнодорожной жандармерии. Сколько лет? 40. Холост. Считает себя женихом несравненной Ванды. После ранения был отстранен от поездок. Охраняет пристанционные объекты. Ради Ванды готов сделать все, что угодно. Я ему представился как коммерсант хлебных изделий. Он принес график движения поездов через Долбуновский узел. График с собой? Да. Давай сюда. И схему посту на станции. График проверьте. Через Авраама Иванова. Ванду после операции по отряду. Поймите меня, пан Богинский, не от хорошей жизни я пошел в эту проклятущую жандармерию. Мне как поляку не следовало этого делать. Я вижу, как смотрят на меня земляки. А как пани Ванда смотрит на мой мундир. Два месяца я хожу сюда каждый день. И не могу получить желаемого ответа. Помоги. Поговори с Вандой. Век буду обязан. Ну, хорошо. Мне понадобится твоя помощь. Да-да, конечно. Все, что нужно. Ведь у меня в жизни, кроме Ванды, ничего не осталось. Слушай, Генек. Слушай, Генек. Мог бы ты ради меня мост взорвать? Какой мост? Ну, хотя бы прозоровский. Ради моей любви к тебе. Говорят, мужчины ради любимых женщин. Ради тебя согласен на все, Ванда. Поклянись. Клянусь. Целуй крест. И для формальности подпись. О, тут. Судовня. Прекрасно. Что скажете, пани Ванда? Безусловно, у вас сейчас больше шансов на успех, чем раньше. Но сначала мост. А о любви поговорим позже. Как вы собираетесь это сделать? Мину надо сбросить с поезда. Трудно. Сложно? Так. Да. Но у нас есть такие, которые за деньги и водку не то, что мину. Мать родную сбросят с поезда. Что для этого нужно? Мне потребуется мина и тысячи две немецких марок. И ваше благословение, пани Ванда. Здесь тысяча марок. Смотри, не проспи мост. Не беспокойтесь, пан. Я не подведу вас. Как только мой вагон выскочит на мост, я дерну за веревку и сброшу этот багаж. А когда можно будет получить остальные? Если сделаешь все, как договорились, получишь, как вернешься. Что значит, как вернешься? Что значит, как вернешься? КОНЕЦ 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 Ну что? Под Курском началось что-то. КОНЕЦ КОНЕЦ В 50-дневной Курской битве было разгромлено до 30 дивизий противника, в том числе 7 танковых. Общие потери фашистских войск убитыми, тяжело ранеными и пропавшими без вести составили свыше 500 тысяч человек. Успешному завершению Курской битвы способствовали действия партизан накануне и в период Курской битвы. Нанося удары по тылам врага, они сковали до 100 тысяч солдат и офицеров противника. Партизаны произвели 1460 налетов на железнодорожные линии, вывели из строя свыше тысячи паровозов и разгромили свыше 400 воинских эшелонов. По копиркам из рейска миссариата, выявлены секретные директивы Берлина в Ровно, об уничтожении с целью сокрытия преступлений. Десятков тысяч уже захороненных советских граждан. Грачев передает, что с 1 по 10 сентября в Ровно было расстреляно 1620 человек. Он просит разрешения на несколько актов возмездия. Ну, что будем решать? Есть приказ Наркома обороны, номер 189, от 5 сентября 1942 года. Я его помню наизусть. Там ясно сказано, беспощадно истреблять и захватывать в плен фашистских политических деятелей, генералов, крупных чиновников, а также изменников нашей Родины, находящихся на службе у врага. Что же еще решать? Живет рядом. На бед ходит пешком. Выходит в 13.30. Сначала выходит Фильдфебель и Гестаповец в штатском. Они осматривают дорогу. Потом Гестаповец возвращается, докладывает Даргелю. Даргель с адъютантом выходит. А Фильдфебель остается у ворот. Дорогой дружи, мы очень удивлены, что ты не выполнил поручение. Немцы войну проиграли, это ясно теперь всем. Нам надо срочно переориентироваться, а мы скомпрометированы связью с ними. Батя не сомневается, что задание тобой будет выполнено в самое ближайшее время. Эта акция послужит сигналом для дальнейших действий против Швабов. Подпись. Весь текст будет на украинском. Так, коротко и ясно. Пойдет. В бумажнике. Паспорт с визой на право въезда на территорию Западной Украины. Членский билет германского отделения ОУН. Полторы сотни рейхсмарок, доллары. Пять фунтов стерлингов, ну, советские деньги. И царских десяток, штуки четыре. Хватит? Золотых коронок подбросить для достоверности. И отправляйте. Ага. Идут. Поехали. 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 Дмитрий Николаевич! Из свода Михеева похищены две тысячи немецких марок и пропал боец Новомов. Как это пропал? А вот так. Все обыскали. Нет ни денег, ни Новомова. А ну-ка, пошли. Грачев прибыл? Прибыл. Я слушаю вас, товарищ полковник. Довгер прислала газеты и записку. Вы застрелили заместителя Коха по финансам генерала Геля и адъютанта Винтера. Чувствуете разницу между Гелем и Даргелем? Не может быть, чтоб я ошибся. Их было двое. И время то же самое. Я был уверен, что это Даргель. Даргель задержался. А Гель за день до этого вернулся из Берлина. А в центр сообщено, что убит Даргель. Что ж мне у них фамилию спрашивать? Прошу вас на будущее. Будьте внимательнее. Генерала Геля убили. Слышали? Да, слышал. Поймали? Это странная история. Я думаю, что вместо Геля они должны были убить Даргеля. Убийца выронил бумажник с письмом националистов. Из письма заключили, что это их работа. Расстреляли 38 человек, в том числе 13 из всеукраинского гестапо. На похоронах Геля Даргель обрушился на господ атаманов. Но покушение можно было бы расценить как месть националистов. Но на допросе никто не признался. А это на них не похоже. Выезжать не собираетесь? Собираюсь. Когда обратно? Как обычно, через неделю. Да, я хотел посоветовать вам, то есть вернее не вам, а вашей невесте. В последнее время ей оказывает внимание гауптштурмфюрер Геттель. Посоветуйте ей держаться от него подальше. Я слишком доверяю своей невесте. Не потому, что он Казанова. Просто он из дома Гиммлера. Вы меня понимаете? Да, спасибо вам. Только я не понимаю, чем она могла заинтересовать гестапо. Черный. Черный Мерседес. Отойдите от окна, лучше лечь на пол. Хайки динфайла! Хайки динфайла! Стой! Обер-лейтенант, с крестом первого класса. Обер-лейтенант! Он в это время был на улице? Да. Скажите, вы не могли бы припомнить его внешность? Высокий, в офицерской форме. Козырек фуражки надвинут низко. Вы его раньше когда-нибудь видели? Нет, я не разглядел лица. Вы не обратили внимание, какой чин был у этого офицера? Чин? Обер-лейтенант! Обер-лейтенант! Я видел его погон. Не кричите так. Ранке! Откуда выскочила эта машина? Откуда-то сзади. Не могу сказать. Я стоял спиной. Она чуть не сбила меня. Черный Мерседес. Когда вы осматривали улицу, вы видели этот черный Мерседес? Нет. Что со мной будет, господин Гаукштурмфюрер? А как вы думаете, Ранке? Но за что? Догнали? Догнали. Не тот. Я так и думал. Машина, судя по всему, стояла здесь. Отсюда хорошо видны ворота Рейхского мессериата. Генерал ежедневно ходил по этому маршруту? Как всегда. Вы хотите обезболить? Вы что, уколов боитесь или вам морфина жалко? Режьте так. Будет очень больно. Я знаю. Просто хочу себе проверить. Режьте, доктор. Это же осколок, а не пуля. Ну, тогда держитесь за воздух. Вот тут, господин Гаукштурмфюрер, брошенный худер. Тут у них партизанская явка. Толку от вас мало. За все время только одна явка. А ведь у них есть еще маяки. Слышали про такой термин? Слышал. Но ни одного маяка не знаю. Явки часто меняются, а на заданиях отдел составе группы. Я не знаю. Почему вы ушли? Вас подозревали? Нет. Но и полного доверия тоже не было, чтобы стать связным между городом и отрядом. Связными они посылают только особо доверенных людей. Но я знаю двух связных в лицо. Они сейчас в городе. Я могу их опознать. Мне это мало. Мне нужно подполье в Ровно и в его округе. А выйти на это подполье можно только через связных, которых у нас нет. Вчера было у Колбищенского сторожа. Нужно переправить листовки и взрывчатку из города. А он знает, что вы ушли из леса? Вчера не знал. Ну вот. А говорите, что вам не доверяют. Случайно. Старик заболел, а взрывчатка, видимо, нужна им срочно. Где вы должны это взять? Хмельная улица 8. Хозяин Андрей Миронов. Хорошо. Мы сейчас поедем на Хмельную. Как? Вместе? Пойми. Своим молчанием ты укорачиваешь себе жизнь. Нам нужен только твой руководитель. Или примета человека, одетого в немецкую форму. Ты слышишь? Ты versteшь. Он сдохнет, но будет молчать. А если мы его освободим? Что это даст? Этот прием оправдывает себя. Мы даем тебе свободу. Ты можешь идти? Твои сообщники скажут все, что нам нужно. А ты иди. Иди. Вывести его. Положите на правый бок. Пусть отлежится. Надо привести его в порядок. Завтра отпустим. Что? Нужно. Ск Vollести. Ладно. Сквозь. Как крик? Нужно. Продолжение следует... 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 Давай. Валентина сообщила, Даргель тяжелоранен. Его в этот же день отправили в Берлин. Осколком гранаты на другой стороне улиц убит какой-то полковник. От Шевчука. Миронов погиб. Расстреляли прямо на улице. Двое связных погибли. Часа три отстреливались. И это еще не все. Кто это, по-вашему? Убери утюг-то. Ах, ты ж. Очень похож на Грачева. А теперь спросите, откуда это? Ну и откуда это? Из мусорной корзины гауптштурмфюрера Геттеля. Передали вместе с копиркой. Геттеля надо убирать. Но форма-то не та. Форма английская. Вот тут и оно. Капитан. Может быть, все-таки не он? Похож, похож. Лисовская сообщила, что Геттель несколько раз разговаривал с ней о Грачеве. После чего дал прямое задание следить за ним. Г엔теля. Г enmity. Г ruins. Генаlee. Генайн. Геннале. Почему? Г На audгете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА